У нас в саду очень много было клубники. У нас там плантация была, здесь была плантация. И мы за период летний варили по 8 литров варенья. Нынче все по-другому. Плантации клубники и малины вымерзли еще зимой. А дождливый холодный июнь погубил половину урожая сжимолости и смородины. Повлияла погода даже на овощи. От того, что плодов со своего участка в этом году соберет меньше, Елена Лунева не расстраивается. На семью хватит. А вот тех, для кого огород еще источник дохода, очень понимает. В таких условиях ручной труд становится в разы дороже. Люди, которые не занимаются вообще садоводством, они не знают, что это такое. Они думали, приехал, смородин нарвал и все. А вы посмотрите, сколько с ней. То с брундуком борьба, то с какой-нибудь болячкой вырезать, то прополоть, то полить, если, допустим, засука, как в том году была. Это очень трудоемкий труд. Оценивают его огородники соответственно. На микрорынке «Колосок» пучок свежей морковки стоит 50 рублей, килограмм картошки – 60, помидоры – 120. Вот стакан вишни стоит, например, 100 рублей. Но будете покупать, я выступлю цену. Сбросить, к слову, могут от 20 рублей и даже больше. На то здесь и рынок, говорят продавцы. Всегда можно договориться. Цена регулируется тоже в зависимости от, сколько продукции сегодня, например, привезли. Мы снижаем цену, договоримся с покупателями тоже. Ну, конечно, выставляем сначала с утра цену подороже, потому что хочется тоже что-то заработать. Любовь Черетаева ежедневно привозит дары своего огорода из Михайловки. Обратно увозить что-то редко приходится. Разбирают. На цены покупатели не жалуются. Их торговцы рынка «Колосок» стараются держать на уровне прошлого года. Не хотят терять клиентов. Завышать стоимость, уверяют предприниматели, только случайные продавцы. И предостерегают. Приобретать у таких что-либо не только дорого, но и опасно. Ольга Савина, Андрей Белый, программа «Город».